Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Озвучиваем беседу потеряешься в 90-х годах. Смотрение Твое, Господи! Бог и Его сохраняют меня уже столько лет. Смотрение означает не смотреть, но знать, предусматривать, заботиться заранее. Мы знаем слово Создатель. Это тот, кто из чего-то что-то делает. Человек не Создатель, он только может одно превращать в другое. Пшеницу в хлеб. Также из дерева двери, рамы изготовить может. А сотворить сам дерево не может. Кроме того, мы изучаем законы. Закон тяготения. Почему-то все притягивается к земле. Говорят, что внутри земли якобы есть какой-то магнит. Какой? Почему на земле не могут создать ни одного такого магнита, чтобы он притягивал хотя бы мышку, воробья? Никого не могут. Не создать магнит такой-то. Магнит притягивает железо, а тут притягивает и пушинку, и самого человека, и воду. Ясно, что они сходятся с тем, что мы знаем о притяжении. С тем, что нам преподавали в школе. Если притягивать земля, то можно же смодулировать и сделать самим. Попробовали, да ничего путного так по сей день и не получилось. Мы изучаем законы, которые уже кем-то заложены в природу. Есть и политические, и экономические. На каждом шагу малоизвестные законы. Объяснить же происхождение их никак не можем. Почему все падает вниз? Нашли, что у падения есть ускорение 9,8 метров в секунду. Какая точность? Ты это знал? Конечно. Вообще до 10 округляет. G называется. А кто это открыл? Ну это Ньютон. Ньютон Исаак. А кто дал эту скорость и ускорение? Можно ли сделать ее уменьшение, ее меньше или больше? Нет, это уже никому не удастся. Может быть это под дюймы, под ярды, круглая цифра. Но у нас вот такая десятичная. Почему люди не могут создать вечный двигатель? Чтобы как Земля в космосе и машины, все здесь вращались постоянно. По причину сбрасывают на трение, что оно во всем виновата. Придумывают разные масла, чистоту, но все равно тормозится и останавливается. В космосе тоже есть этот закон торможения. Не зря же Ньютоны и Архимеды трудились над этим. Но там кто-то заводит пружину время от времени, потягивает растяжки. Корабли космические крутятся несколько лет, и постоянно идет снижение, и наконец падает на Землю. Почему же Луна не падает на Землю? Да. Все везде в мире нужно поддерживать. Как бы хорошо ни завели часы, и какие бы они точные ни были, время от времени нужно пружину подтягивать, подкручивать, и гирьки, и пружины перетягивать. Когда Исаак Ньютон, глубоко верующий человек, открыл законы тяготения, то после этого его друг, венгер, пишет ему. Ты же знаешь, что все эти законы постоянно требуют поддержания, и кто-то должен сохранять его в первоначальном виде. Сегодня есть урановые часы, которые за две тысячи лет дают погрешность на одну секунду. Но и они сверяются с Божьими. По звездам эту секунду нашли. По небесным светилам. Эталон. Это движение звезд. Эти часы вне нашего влияния. И по ним мы можем свои точнейшие часы сверять. И тот, кто это все сохраняет, вот он-то и называется здесь ждитель, смотритель. Исаак ответил, что не нужно ждать рождения второго Исаака, который скажет, что великий часовщик время от времени подводит вселенские часы. Имя ему Бог. Слава смотрению Твоему. Единый человеколюбец. Когда услышите это пение, вот тут и вспомните, что это делает наш смотритель, здесь ждитель, давший свои законы. И он делает поправку время от времени на трение и на торможение. И снова дает это ускорение. Никто не знает, когда это ускорение Бог уравнивает и держит в прежней норме. Люди-крестьяне говорят, что они есть свет, а не соль. Это верно. Но всегда нужно говорить, что и Бог есть свет. Так какая же тогда разница? Так что Он есть самосущественная соль и самосущественный свет в самом себе. Человек может любить правду, любить истину. Но Он есть самосущественная истина и правда. Само в себе существующее, ниоткуда не занятое. Мы же имеем в себе эти качества через совесть, через Дух Святой, от Него. Человек же все это имеет по благодати, дарам, по любви Божией, потому что Он есть единый человеколюбец, от Матфея. Никто не благ, как только и один Бог. Если человек добрый, то это вовсе не от Него, а по благодати. Бог в Него эту доброту вложил, и человек думает о себе, что Он лучше других. Доброту, доброту. Доброту, да. Что Он лучше других? Яков. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и тени перемены. Человек же это стадное животное. Есть очень добрые безбожные люди, и они учат детей нравственности, но не учат знать Бога. Эти родители и учителя есть величайшие преступники и воры. Они похищают у Бога Его сокровища. Им пользуются и выдают за свое. В этом мире нужно изучать законы природы, и здесь выживать сильнейший. Бери, хватай, обманывай, грызи, убивай. Тогда твои дети будут жить нормально, не в нищете. Так и учи их разным приемам, как вырвать кусок у ближнего. Не надо нищету расплаждать. Но если без Бога живущие учат нравственности, то какую муку они приготовили своим детям? Эти дети страдают ужасно в мире. Если взятки брать нельзя, надо быть честным, а Бога нет. То для чего быть добрым? Это невыгодно во всех отношениях. Вся наша доброта имеет оправдание в очах Божьих только и единственно тогда, когда мы все полученное от Него к Нему и возвращаем, использовав частично все взятое у Него на прокат и в Своих интересах в Солома 11. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей от Матфея. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, Господин, пять талантов Ты дал мне. Вот другие пять талантов я приобрел на них. Подошел также, получивший два таланта, и сказал, Господин, два таланта Ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них. Откровение. Тогда двадцать четыре старца падают, предсидящие на престоле, и поклоняются, живущим во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Все, что мы успели добиться, все это мы получили от Тебя. И все наши награды и похвалы в адрес наш бывший, все это от Тебя, нас здесь ждитель. Ты дал, Ты сохранил, Ты умножил. Первый коринфянам. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Ты дал мне грамоту, дал мне возможность не зарыть талант, а развить его. Это Ты, это Ты, победа эта даровано Тобою, и она Тебе принадлежит. Мою песню хвалы прими, но эту песню Ты дал мне, Ты мне хвалу вручил. И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал, возвратись к Валаку, и так говори. Псалом 39. И вложил в уста мои песню, новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа, Исайя. И вот завет мой с ними, говорит Господь, Дух мой, который на Тебе, и слова мои, которые вложил я в уста Твои, не отступят от уст Твоих, и от уст потомков потомства Твоего, говорит Господь, отныне и до века. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот, я вложил слова мои в уста Твои. Видите, я одно дело сказал, что все от Бога, а другое дело показать, где в Библии. Ну никто сегодня православный это нет, никто, вообще. У меня в каждой проповеди, которой я говорю, в среднем 35 ссылок на Библию. Не просто ссылок, а взяток, откуда. У нас есть устав, написанный по молитвенному воззванию к Богу, по благословению свыше, и его нужно все время сохранять. А его раздирают, хотя бы чуточку стараются ущипнуть, нарасплыл от него. Нам некоторые говорят, пока вы тут с братом и Акимом, а как только вас не будет, то все и пропало. Печально это слышать. А вы-то что? А вы-то что же? Вам так уже и все равно? А я так думаю о том, тут уж и не такую великую роль мы играем, а все Бог. Нас не будет, так еще, может быть, и лучше дело пойдет. Даст Бог ревностных людей, и будут они вести все как надо. Я каждый раз думал, что вот были до нас миссионеры и умирают, думали, что кто же теперь будет возвещать такие истины, которые даются таким большим трудом. Кто поведет это святое дело? Никого рядом из ревностных не было. Но вот проходят годы, да еще истребляла власть всех ревностных. И снова вдруг откуда-то и дураки, и умные родятся, и мертвые, и живые. И будет снова поле цвесть, и солнце светить, и будут любить и целоваться, и воевать, и таранить. И будут знающие, любящие писания. Я всегда, я себя всегда считаю чудом, и свою биографию чудом. И путь мой чудом, ничего ни разу не читавшего из Писания до 23 лет, вдруг приводит Бог. И из какой семьи, где только одна обрядность, и ни шага в сторону, и целая жизнь уже позади. И как все прошло под покрытием Бога, моего зеждителя, и с Библией в руках. И сколько есть рядом хороших братьев и сестер, и есть любящие Слово Божие, и они ведут дальше этот путь. Да не засохнет источник. Нет, этого просто не может быть, ибо Бог сам ведет все свое дело. Иеремия. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Бог еще лучше пошлет вам, и более ревностных, менее грешных. Но мы вот так лучше не смогли. И вы уже не на пустом месте все это делаете ныне. Храните и приумножайте. Друзья мои любезные, какое сокровище, какое у нас есть. Наследством вам мы оставляем. Вам уже есть, что детям своим передать. Бог это уже предусмотрел. Он своим всмотрением предусмотрел о вас нечто лучшее. А мы, мы в навоз. Мы уже удобрили землю и уходим. Прощайте, друзья мои любезные, как нехорошо было с вами. Боятся, что начнется, как и везде, борьба за власть. Как весной, когда коров выгоняют на пастбище, первый раз после зимы, и они бодаются, решат, кому первый в болоте напиться. Мы молимся, чтобы этого не случилось. И у алтаря брат молится об этом. И смотрение Божие добудет во благо ваших душ. Только наказ мой помните. Отступников никогда не принимайте к себе. Ни одного. И никогда. Пусть они в другом месте спасаются. Передаем все в руки. Твои единые человека любятся. То есть ушел, который против, боевалых никогда нельзя принимать назад. Запомните это. Он покаялся, стал хорошей верующей, в другом месте спасается. Обратно хода нет. Нету. Просто такой наказ. Сатана поставил задачу истребление рода человеческого уже в раю. Он знал справедливость Божию. И что отступника его Бог уже никогда обратно на небо не принимет. Я говорю о потеряевке. О потеряевке. Не здесь что-то. Потому что там жить надо все вместе-то. Из него будет ползи опять то же самое. Я не верю. Просто не верю. Да. А человека Бог просто истребит за грех. И с этой породой гнилья будет покончено. 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 Загматываешь. Громче окончания говори. Есть в мире явление. Селекция. Идет отбор лучшего и выводится новая порода. Чтобы на одном стебляке было до семи колосков. Коровы, овцы. Чтобы были более продуктивные. Но в человечестве селекция идет в обратном направлении. Ибо лучшие погибают. А худшее всплывает и живет. Иов. Легок такой на поверхности воды. Проклята часть его на земле. И не смотрит он на дорогу с садов виноградных. Охранники, сексот и предатели плодили свою мерзость. Это прекрасно описал гениальный писатель Солженицын. Солухин это тоже описал. Что по следу околыша на лбу от гимназистской фуражки расстреливали гимназистов. И красивых девушек уничтожали. Пишет, что 200 тысяч русских красавиц, в кавычках, работают за границей в отелях обслуги похоти. Идет уничтожение нации на генетическом уровне. И вдруг откуда-то вновь рождаются гениальные люди и красивые девицы. Бог осмотрительно как-то сохраняет и выводит из тьмы. Откуда же такие умные еще дети рождаются? Это же все от тебя, мой Бог. Твое такое смотрение. Твое. Бог подкручивает эту пружину, чтобы сохранить род человеческий. И снова генетики в нем в смущении. Этого не должно было быть. Когда будете слушать богослужебное пение, то всегда поражайтесь мудростью святых отцов, которые так все это осоставили. Но нам нужно, чтобы это все было людям разъяснено. Мы тоже любим людей, любим детей, родственников. Но Он сам в себе, создав творение, хранит и подправляет исчезающий образ в человеке. Иоанна. Нет больше то любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Песни. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Это явлено на вершине Голговского креста. Такого было зиждителю смотрения нас. Чтобы мы в темноте увидели этот свет. Римлянам. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало призабиловать благодать. Исход. А дуновения твоего наступились в воды. Влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Исайя. И взглянули вверх. Взглянут. А, взглянут. Взглянут вверх. Взглянут вверх. И посмотрят на землю. И вот горе и мрак. Густая тьма. И будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Разложение империи. Мы пропали. Погибла Россия. Убить человека ничего не стоило. И в это время, когда все опустили руки, в это время и рождается Сын Божий. И в самое страшное время пришествия Антихриста, когда все будет казаться невыносимым и дышать нечем. И в это время явится во второй раз Сын Божий. И вот таково здесь ждите ли в осмотрении о человеке. Чем глубже б скорбь, тем ближе Бог. Ведь земля тогда не даст плода. Сегодня, сегодня же захлебнули зерном. Только бы дал Бог как-то сохранить. Молитесь смотрителю нашему за все благодаря его. Бог подкручивает пружину. И земля все еще дает урожай. Слава твоему смотрению, человеколюбец. Цель оконечная открыта только ему и его избранникам. Слово избрание означает выбор из того, что уже есть. Бог делает избрание из тех, кто искал его. Вот и устоявший в верности в их вере Авраам. Но как трудно им далось это, чтобы не в общем потоке и дал поклонство быть, а устремить взор на невидимое. Не было нигде таких идолопоклонников, которые бы звали идолов и ничего не получали от идола. То есть от беса. И вера поддерживалась в народе всегда на этих подачках от демонов. Люди верили в партию, и они что-то получали от нее. Передают, выступает одна бабушка, и о себе говорит, что когда ей особенно трудно, она идет в Мавзолей, чтобы посоветоваться с Ильичом. И этого самого главного преступника она называет своим вдохновителем, он ее ведет и сейчас. Это обольщение еще не кончилось. Она и внуча также учит, чтобы они ходили к этой вобле зюгановской, и вдыхали в смрад адских испарений от этого бандита эпохана Кремлевского. Этот мертвец мертвее всех мертвецов, и к нему идут за советом. Он и при жизни ничего и ни в чем не соображал, а весь интеллект направлен был у него на то, чтобы ограбить и убить. Бог же делает все так, чтобы спасти человечество и из пасти вилла вырвать. Иеремия. И посещу вилла в Вавилоне, и из сторону из уст его проглочена им. Проглочена им. Им. И народа не будут более стекаться к нему, и даже из стены вавилонские падут. Бог избирает среди падших крупинки, которые еще светятся, как Авраам. Казалось, что все и навсегда погибло, нет нигде истинного богопознания. Незнакомые люди, агитация разрушительно действовала, и тогда далекий путь его, и разбойники отовсюду, звери. Но Бог выводит, ибо тут погибель. Маленький ручеек и потек, и прошел через пустыни веков. Невероятная вещь, и Авраам вполне мог думать, что будут ли после него его потомки так повиновать о Боге. Но знал ли он, что там колышется в далеком Египте корзинка с плоденцем прекрасным, еще родится Моисей, уже точит секиру Илья, пророк, и устами Израиля будет сохранен, и головы противников будут в потоке отдельно от их тел плыть в море. Когда читаешь 118 Псалом, то видишь, что Давид употребляет слова «Слово Твое», «Суды Твои», «Уставы Твои», «Повеления Твои», «Закон Твой» 185 раз. Это все речь идет о Библии. Во всей же Библии эти слова встречаются «Слово Повеление» 207 раз, «Закон» 1025 раз, «Заповедь» 404 раза, «Суд» 788 раз, «Слово 2266». Это с неканоническими книгами, 77 книг. Вот такие в любом математике, чтобы наглядно было, на что Бог обращает внимание. Мог ли даже в мыслях допустить Авраам, что из его рода восстанет такой Давид, который так будет любить Бога и его Слово, что пришедший Мессия будет читать его своим отцом? Попробуйте дойти пешком до Москвы, тогда будем иметь некоторые представления о подвиге Авраама. Бог четко ограждал законами любви свой народ, хотя закона, писанного, еще и не было. Кроме обрезания, как трудно и чудно ожидается Исаак и от неплодной, и престарелой, и из высохшего рва росточек. И далее чудеса продления обещаний и смотрения Божия не прекращаются. Прочие дети дадут на другие отростки. Измальтяне, турки, иранцы, иракцы, и они будут воевать против избранника Израиля. Но он устоит, окрепнет и приготовится к принятию, то есть к распятию обетованного посланника Божия. Братья числом 10 продадут братов рабство. Потом закон подскажет, чего достойны были те самоправедные братья Иосифа, исход. То украдет человека и сынов Израилевых, и поработив его, продаст его. Или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Братья продали Иосифа своего. Эти наклонившиеся снопы Иогова будет крепко потом молотить, но без включения этого, еще не бывшего закона. Но смотрение Божие было всегда только на сохранение этого роста. Трое царство. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом, мужей и ударами сынов человеческих. Сулом 88. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей. Данила. Не отними от нас милости твоей ради Авраама, возлюбленного тобою ради Исаака, раба твоего и Израиля, святого твоего. И, наконец, все внимание сконцентрировано на маленьком населенном пункте на Назарете. И там он находит золотой сосуд. Нетленный ковчег, где будет покоиться слово его ровно девять месяцев, и будет явлено миру зимнюю, тихую и дивную ночь. Смотрение Божье было таково, и много было тогда красивых девушек и уязычников, но только она приготовлена была к принятию Духа Святого, дивная преснодева Мария, пренепорочная от раковица Израиля. Дочь избранница, но кто из всех их мог сказать? Все, раба Господня, да будет по слову твоему. Каких только не было за века предателей, чтобы снова в саванне и в могиле скрыть... В саванне, в саванне. В саванне, я понял, в саванне. В саванне это одежда, а в саванне это пустыня. В саванне. В саванне. В саванне и в могиле скрыть единородного сына Искупителя. И более всего его скрывают за непонятным народу церковнославянским языком и за богослужением, как в могиле, и не дают ему быть явленным миру воскресшим. Но смотрение Божие было в том, чтобы сошел Дух Святой и сделал понятное благовестие для всех языков. Дорогие наши Кирилл и Мефодий переводят для славян Библию, и их будут хватать немецкие епископы, чтобы никто не мог понимать Слово Божие. Но, милостью Божией, смотрением Божиим, они дадут нам эту азбуку, кириллицу. Совершенно чужие для нас люди и так стараются. До смерти бьются, чтобы раскрепостить от непонятности учения о Христе. Они герои веры. А ну-ка, повтори отдельно. Стараются. Стараются. Вот так. Ты стараешь, а тебя вся вообще не слышится. Все время заедаешь последние буквы. Но свои архиереи прячут и не дают уже готовый перевод читать в церкви. Снова прорываются переводчики и опять издано на русском языке псалтирь. И по благословению патриарха. Для чего же отдельной книгой? Ясно же, что для того, чтобы читать. А псалтирь так просто не читает. По ней молятся. И потому понятно делается, что и патриарх выходит боится этого бракобесия в рясах. И открыто не может сказать о вреде, что непонятное богослужение смерть народу. Когда же вскрыли слово святое за непонятной сакральностью, в кавычках, и за традицией, мракой, и за корнями, в кавычках, безумия, священное писание. Это же смотрение Божие, что Библию издают сектанты, пусть даже и без неканонических книг. И это отдельное издание псалтири, и на хорошей белой бумаге, и таким крупным шрифтом. Берите же, молитесь на русском, понятном языке. Соединяйтесь же со смыслом этих псалмов и песнопений. Посмотрим на другую сторону, на духовную сторону заботы, его человеколюбия, а его смотрения о нас. Феофан Затворник говорит о необходимости перевода всего богослужения на русский понятный язык. А сегодня совершенно мирские люди, как Распутин, Аверинцев, Лихачев, Академики... А то Валентина Распутин, писатель. И другие решают, давать ли народу уже готовый перевод на русском языке. Это все лукавый делает. Смотрение Божие всегда было только такое, чтобы Дух Святой сошел на землю. И, наконец, Христос вознесся, и дар был послан Отцом Небесным. Те, кто противятся тому, чтобы служба была понятна людям, это лютые волки и враги Креста Христова. Люди вообще сегодня ничего не знают о Христе. Сегодня я коснулся только одного предложения. Слава смотрению Твоему, едини человека любче. Когда в следующий раз услышите это пение, то взахайтесь. Господи, да какое же богатое наше богослужение! И что же с нами сделали, что отняли, что отняли понятность Его? Да кто же дал им право распоряжаться так люто здесь, нами, что ключ разумения не дают нам? Разумение идет через разум, а не через чувства только, Лука. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Окаянные законники, позаканчивались семинарии и академии, и диссертации позащищали, и все направили только на то, чтобы обладать тайной разумения и скрыть ее от нас. Неужели так и будет дальше? Дух Святой дал познание языков, а эти служители отняли у нас и родной язык. Что же с нами будет, и что мы скажем тебе? Это они скрыли от нас тебя, любящего и любимого, а не враги понятного богослужения. Нас они толкают снова в Вавилонскую башню, где смешались языки и рассеялись все. Так и мы, россины, и не понимаем, что сказали нам святые отцы. Смотрение Божие то, чтобы народ понимал его святую волю о спасении. И какую же надо ненависть иметь к этому народу, чтобы спрятать за непонятным языком церковнославянским эту чудную весть. Сон 46. Понимать надо. Мудрость разумного знания пути своего, глупые же безрассудных заблуждения. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, в святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Он видел ее и измерил, пролил, как дождь, ведение и разумное знание и возвысил славу обладающих ею, сердце утвержденное на разумном размышлении, как лепное украшение на вытесанной стене. Да. И это, как сегодня говорят, на сленге или в гулаговском языком. Чего же вы, духовные дети, тех сожигателей потупились? Это же ваши отцы так старались, ревновали о тьме дьявольской, чтобы нигде не воссиял свет в тени смертной. Они в убителе народа православного. Они держат его во тьме неведения, Иов. В стану мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Иов. Ибо для них утро смертная тень. Так, как они знакомы с ужасами смертной тени. Исайя. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в страхе тени смертной... Стране. А. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. От Луки. Просветить сидящих во тьме и тени смертной. Направить ноги наши на путь мира. Не Библию, но богослужебный апостол. Когда дело дойдет до печатания Библии, до перевода Библии, тут целые легионы рясоносных будут весноваться на Руси. Они будут препятствовать так, что и сам император не сможет побороть их и начать печатание Библии на русском языке. И митрополит Филарет будет ждать этого момента 30 лет. И Божие осмотрение исполняется. И сегодня мы имеем Библию на родном русском языке. Мы читаем. Геремем. Слова даже этого нет. Мы читаем Библию на родном русском языке. Но церкви по ней, даже по ремии непонятные, не дают читать по-русски. И Бог терпит этих лютых врагов света. Врагов знания. И им тень смертная нужна для царствования над темной массой народной. Все в этом. Тоже видно не закончено. Оборвано. Ну, Игорь запер...